Здравствуйте, меня зовут Константин, я хочу присоединиться к коллаборации YouTube Life of Day, вот, я надеюсь это видео попадет в эту коллаборацию Сегодня я постараюсь показать обычный свой день, но он немножко необычный, это суббота, поэтому я сегодня сплю очень долго, и сейчас середина дня, но для меня день только начинается Давайте пройдемся вместе со мной, я надеюсь, что для вас это будет интересно Начинается день с небольшой прогулки, это мои родные места, вдалеке, ну, может быть мы сейчас ближе подойдем Вдалеке находится церковь, в которой я являюсь прихожанином, я христианин Вот, напомню, мы сейчас идем по Санкт-Петербургу, сегодня 24 июля, середина дня У нас был сегодня дождь, температура воздуха порядка 18 градусов Вот, это река Охта, я здесь, на этой реке, это река моего детства В принципе, я здесь вырос, я здесь родился Вот, я хожу вот в эту церковь, которая там находится, это моя, моя родная церковь Несколько слов про мусор У нас в Петербурге достаточно чисто Но я не занимаюсь на спортивных площадках, которые вот там есть Потому что я сейчас еду в специальный фитнес-центр по абонементу Вот, который у меня есть У нас достаточно дорогие абонементы Ну и у нас не мусорить, потому что есть сбор мусора раздельный Вот, ну и как раз мы выходим из парка, по которому я прогуливаюсь перед выездом в спортивный центр Вот эта церковь, в которой я являюсь прихожанином Я, еще раз повторю, что я христианин Но крестился я в финском городе Тириоке Так скажем, прикреплен как христианин к этому церковному приходу Это все места моего детства В Петербурге не жарко, не холодно Мы сейчас с вами проходим как раз по рекреационному пространству Это пространство сделано на деньги налогоплательщиков Я также являюсь налогоплательщиком Вот, и Моя социальная ответственность платить налоги Но, а социальная ответственность местных органов самоуправления Создавать такие рекреационные места, которые радуют горожан У нас в Петербурге сейчас пока еще действуют ограничения карантинные Ну или действуют, и непонятно сколько они продлятся Поэтому здесь достаточно тихо Здесь обычно гораздо более живая атмосфера Еще раз выходим к реке Охта С другой стороны Мы с вами движемся на трамвай И в спортивный центр Где я занимаюсь Это мой обычный распорядок дня Детские площадки Это муниципалитет Такие скамейки В виде бревна В принципе В Петербурге Достаточно активно применяются европейские технологии Мы сейчас проедемся на Единственном России частном трамвае швейцарском Вот, и Как бы Мы находимся на границе Европы И с Европой мы здесь связаны Не просто территориально Но и культурно И вот как я говорил И даже в плане В плане жизни Крещения То есть Мы как бы здесь Живем общей жизнью Впереди находится бизнес-центр Скандинавиан Это самый близкий Бизнес-центр К моему дому Вот Единственное, что здесь Меня печалит Это необходимо снимать Полный офис Здесь нет аренды офиса По часовой Вот, но Если Мне потребуется Офисное пространство То вот это место Для меня самое удобное Потому что Это место В пешеходной В пешей доступности Вот как мы сейчас С вами идем Вот Мои квартиры Да, я живу В Петербурге Не в съемном жилье В собственном жилье Я за жилье не плачу За его аренду Коренной Петербуржец Родился на Васильевском острове Вот Ну что, поехали Частная Частная Построенная на частные деньги Линия трамвая Да, есть еще одна особенность Единственная В России Это немецкая система Трамвайного регулирования Ну, австрийская Если быть точно Вот То есть В России Больше нигде Немецких И австрийских Систем регулирования Трамвайного движения Не существует Ну, вот Я так понимаю Что проект был целиком Закуплен Он Швейцарско-австрийский Вот И Реализован здесь В Петербурге Так Я ждал Где-то Минут Пять И Приближается Трамвай Ну, вот На этой ветке Самое Самое Нечастое Движение Трамвая Они ходят Здесь Раз В Десять Минут Чтобы Оплатить проезд Нужно воспользоваться Вот такой Проездной карточкой В Петербурге Ну, давайте Проедем На трамвае Посмотрим Как это У трамвая есть Особенность Он один из самых Длинных в мире Его длина Тридцать семь метров Трех Составной Ну, вы все увидите Следующая остановка Проспект Выставника Выплачиваем Проезд Уважаемые Пассажиры В избежание Падения При вынужденном В трамвае Никого Кроме меня Нет Давайте Пройдем По ним Кроме Супер Кроме Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прогулка по парку еще минут 30... Итого 40 минут... 3 часа дня я прибыл на занятия спортом... Здесь есть такие электронные табло... У нас в Москве и Петербурге, во многих городах... Но цветные я только в Москве видел... Идет дождь... Осталось только зайти в спортивный центр... Чтобы попасть внутрь, нужно воспользоваться брелком... Давайте поднимемся... Здравствуйте... Ну вот... Мы попали внутрь... Вот это мой обычный шкафчик... Которым я пользуюсь... Ну вот, находимся мы в спа-зоне... Куда я пришел... Это турецкая парная... Ух... Ой... Вот... Здесь где-то градусов 45... Стоп. Так... Это финская баня... Она очень жаркая... Ух... Здесь где-то градусов... 100... 100 градусов где-то... Ну и это... Инфракрасная сауна... Не буду туда возвращаться... входить мешать ли и тем как пойти в финскую сауну можно вот так окунуться хорошо теперь можно вот допустим сюда присесть и посидеть в пару очень хорошо утром вообще помогает процедура расслабиться вот как то я так это вам все показал еще раз здравствуйте господа ну что ж я на своем рабочем месте сегодня я здесь появился ну вот после того как вернулся из клуба рабочее место нужно подготовить немножко я поработаю сейчас у нас коронавирус подготовлю протру все вот салфетки все таки это пускай здесь а это я подготовлю вот здесь я работаю очень скромно рабочее место она утилитарная тут все языки в основном из недорогой ценовой категории но все нужно для работы все чтобы наши клиенты ни в чем себе не отказывали но плане того чтобы у них было все необходимое для принятия правильных решений в принципе я считаю что никакая роскошь не нужна очень вместе это бессмысленно это детский сад это не взрослое решение поэтому здесь я стараюсь все чтобы было тут все старенькое достаточно основном 2013 года за исключением технической начинки она 2017 года вот 2013 года техническая начинка переехала в тот системный блок корой 7 я перебросил в более тайваньский системник на микро от x плату хотя начинка мы в технопарке это вот та машина вот та машина в технопарке была сервером всего проекта вот и у нас там были проблемы с трансляцией мы этом тестировали но она была крайне нестабильная она никогда не работала весь торговый день она у нее хватало у нас ну на 2-3 часа и каждые несколько часов она перезагружалась была остановка работы вообще если вспомнить как мы как все работало в первые годы то у нас было очень много претензий людей по поводу стабильности выгрузок их интенсивности доступности и выгрузок и трансляции вот мы сделали конечно же огромный шаг вперед допустим сюда вот сюда уже компьютер покупался со знанием того что нужно без всего лишнего но с достаточно дорогой дорогими комплектующими которые обеспечивают стабильность работы системы ну и программное обеспечение типа вот такого то есть принципе все лицензионное как тут это выглядит это еще старая история а вот программное обеспечение более новой здесь уже флешки здесь уже флешки вот здесь это выглядит виде вот такой флешечки маленькая аккуратненько от господина гейтса ой в общем много чего все это стоит приличных средств но для работы вам если вы чем-то занимаетесь в программном плане программном обеспечении вам нужно лицензионное обеспечение сервисы облачные не облачные вы должны вкладывать деньги работу потому что если вы конечно отвечаете перед клиентами если вы цените свою работу вот ну есть еще вот такое программное обеспечение это microsoft офис 2013 вы знаете я им не пользуюсь вот она уже нет не совсем актуально оно резервное совершенно лицензионное но она недорогое и она сейчас не требуется потому что у меня есть шесть лицензий аналогичных за которые я плачу вот и это седьмая то есть у меня компании microsoft всем таких ну что ж господа ну вот и пришло то время я еще раз с вами и здоровьтесь и прощаюсь жизнь за один день для ридли скотта это активити youtube 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 а вот в котором я принимал участие сегодня 25 июля как есть такие показал свой день это мое рабочее место за этим рабочим местом я буду работать сегодня до конца как видите еще светит солнце и я буду работать несколько часов ближайших в интересах своих клиентов хочу поприветствовать своих клиентов для которых я и делаю эту работу но имеется в этом на этом рабочем месте ну а для зрителей youtube а всех остальных у меня также пожелание всего самого хорошего чтобы я хотел сказать в заключение вот наверное я сегодня снимал и хотелось бы несколько слов сказать философских по поводу того что вы сейчас видите господа у меня вот такая оговорка я сразу на этом месте говорю слово господа конечно же уважаемые зрители youtube а мне очень нравится этот сервис и он сейчас стал для нас основным медийным сервисом телевизор работает от ютуба все мои близкие смотрят youtube никто не смотрит эфирные каналы все смотрят только youtube мой канал есть на ютубе на телевизоре то есть то что я снимаю смотрится с обычного телевизора вот чтобы я хотел сказать будьте добрее друг другу умейте прощать друг другу будьте честны друг с другом я бы хотел сказать что люди это не фарфоровые куклы мы все очень сложные где-то мы вредные где-то мы добрые не бывает ничего однозначного вот я всегда стараюсь быть честным и я хочу быть предельно прямым вот и хочу иметь некоторую свободу так называемые правило си и уважение общество вот я мне прийти мне прийти быть рабом социальных масок вот я хочу быть обычным таким каким я какими я являюсь я не добрый я не злой я не ангел я не демон я не сумасшедший но я не гений я творческий человек со всеми плюсами и минусами творческого человека я гражданин я переживаю за свою страну я переживаю за свой над за русский народ за его проблемы за его ошибки вот и за то что видимо нашей стране предстоит еще очень долгий путь развития и не до не скоро наша страна она станет цивилизованной я имею ввиду россия я надеюсь что мы сможем сотрудничать со всеми развитыми странами и понятно что мы и конкурируем и сотрудничаем как в любые люди все страны это отражение людей все люди в принципе достойны того чего они достойны люди живут ровно так как они хотят жить есть люди которые живут очень плохо и не только обстоятельства толкают людей к этой жизни но уклад их быта пропасть в образовании низкая производительность труда нежелание и невозможность наверное работать так чтобы изменить свой социальный статус просто в силу естественных обстоятельств к сожалению последние несколько веков мы живем в эпоху там 300 400 лет назад церковной реформации а сейчас люди страдают от идеологии тоталитарных идеологии авторитарных идеологий это во многом идеологии которые которые человеку гарантируют что-то минимальное но забирают саму человеческую жизнь и человеческую свободу и забирают творчество вот я надеюсь что в двадцать первом веке люди повзрослеют настолько что сумеют делать трезвый выбор между своей свободой и ответственностью и там тоталитарными или авторитарными благами и это будет осмысленный выбор иногда человек вынужден отдавать грубо говоря уходить по сути дела в рабство в рабство своим согражданам мы говорим сейчас про про то что общество зачастую внутри себя выстраивает идеологию эксплуатации и под эту идеологию подпадают и какие-то религиозные ячейки и под это подпадают и тоталитарные авторитарные политические режимы которые используют людей лишают их свободы выбора лишают их и личной и творческой свободы предоставляя какой-то минимум и эксплуатируя вот я надеюсь что мы уйдем от этого для того чтобы мы ушли нужна толерантность нужна терпимость это основа свободы понятно что свобода не каждому человеку нужна и понятно что в свободных обществах огромное количество людей хотят быть не свободными и хотят отдать свою свободу в обмен на что-то материальное но свобода нужна абсолютно точно творческим людям таким как Ридли Скотт создатели этого активити свобода нужна мне свобода нужна огромной части русского общества свобода нужна большому количеству американцев и в целом свобода нужна очень многим и очень многие готовы за свою свободу платить я плачу налоги я стараюсь помогать всем чем могу обществу в котором я живу я в чем-то ошибаюсь я вызываю гнев ненависть у многих людей и спасибо многим людям за то что меня просто терпят а некоторые терпят из наших клиентов то есть многие люди неприязненно ко мне относятся но при этом ценят мою работу и я хочу сказать огромное спасибо вам за то что вы именно так это все строите за то что вы даете мне работать и за то что вы принимает не принимаете даже мою позицию но идете на компромисс это как раз то общество которое я бы хотел видеть двадцать первом веке не общество фарфоровых кукол не общество тоталитарных счастливых людей счастливых в тоталитарных условиях какой-то секты или какой-то жесткой несвободы угнетения и вот этой системы типа матрицы я бы хотел видеть естественное общество с возможностью быть естественным свободным человеком понятно что уважать прайваси других людей ни в коем случае не вмешиваться в прайваси других людей и соблюдать законы и самое главное чтобы законы работали прежде всего законы обеспечивающие мою личную неприкосновенность свободу и неприкосновенность моего имущества вот ради этого я плачу налоги спасибо спасибо ридли скотту за это активити спасибо вам если вы посмотрели это видео удачи